Добро пожаловать в Silent Hill! Как я обычно записываю большинство игр, вот, но я могу записывать по-другому, качество будет лучше, но видео будут по 10 минут, ну, по 10, по 11, вот, в общем, короче, если кто хочет, то могу сделать, но для меня просто это сложнее, потому что эти видео нужно потом конвертировать, они долго конвертируются, потом заливать на YouTube, они долго заливаются, потому что размер, соответственно, большой получается, вот, то есть для меня удобнее писать так, потому что можно делать и большие видео, чуть ли не по полчаса, вот, и они быстро копируются, и, то есть я сначала их копирую на компьютер, потом я их в специальную программу обрабатываю, потом я заливаю на YouTube, вот, то есть это все быстрее происходит с этими файлами, потому что они меньше по размеру, соответственно, качество плохое получается, ну, как плохое, тем, кто, так, тем, кто знает игру, сейчас я сразу скажу, чтобы не отвлекаться, тем, кто знает игру, тот поймет то, что он видит на экране, но кто игру не знает, тот не поймет, но это в первую очередь рассчитано на тех, кто знает игру, вот, я это прохождение делаю для тех, кто, некоторые люди хотят увидеть прохождение Silent Hill с моими комментариями, то есть они Silent Hill уже знают наизусть практически, вот, то есть им будет легко понять все, что происходит, это в первую очередь рассчитано на них, вот, так что для всех остальных извините, но я тут, скорее всего, по-другому делать не буду, вот, хотя если меня попросят те же люди, то я сделаю лучше качество, вот, а так я пока вот так вот буду записывать, в общем, что касается первого Silent Hill, то я решил начать с самого начала, без сохранений, с самого-самого начала, без всякого оружия бонусного, то есть вот как игра есть с самого начала, потому что я люблю так игры больше проходить, когда с самого-самого начала, сейчас я басы убавлю немножко, вот, значит так, что касается Silent Hill, сейчас скажу сразу, потом побежим, эту часть я очень люблю, вообще из всех Silent Hill, мои любимые части это первая и четвертая, вот, вторая и третья у меня как-то поменьше, но они тоже, мне они тоже нравятся, но они как бы, я их не так люблю, как первую и четвертую, вот, Origins и Homecoming и Shattered Memories, они, то есть первая, так сказать, первая группа, то есть если как бы разделить, то есть сначала у меня идет первая и четвертая часть, самые любимые, потом идет вторая и третья, а потом уже Homecoming, Shattered Memories и Origins, вот, но мне все части нравятся, все, и я с удовольствием все много раз проходил, вот, эту первую я проходил, на первый PlayStation проходил более 30 раз, потом еще на эмуляторе раз 5 проходил, вот, еще раз, вот сейчас вот прохожу, то есть, ну, раз под 40 точно у меня ушло, потому что я сначала играл на Соньке, потом я играл на эмуляторе, потом я еще раз играл на Соньке, вот, сейчас я тоже играю на эмуляторе, вот, то есть вот так, вот так, это надо было начать сразу, прежде чем прохождение, начинать, ну, ладно, ну, в общем, теперь о Саленхиле, значит, так, первое вот это вот место, оно мне много раз снилось, в моих снах было, как будто я вот тоже иду по этому переулку, здесь вот иду, ну, как это переулком назвать, наверное, нельзя, между домами тут иду, потом, как будто здесь какой-то, здесь вот стоит какой-то ящик, я за ним прячусь, потому что, вот, я иду отсюда, с этого места, вот отсюда, откуда я сейчас прибежал, я отсюда иду, и вдруг я вижу, за мной какая-то большая тень идет, большая тень такая, примерно, ну, метров, наверное, 7-8 в высоту, и вот в этом углу ящик, ну, не ящик, а типа вот, ну, типа вот мусорного такого ящика, я за ним, короче, прячусь, и эта тень проходит мимо, и здесь я вижу Шерил, она стоит, вот, и смотрит на эту тень, по-моему, надо чуть поярче сделать, нет, ну, сейчас тут просто темнеет, вот, и все, и на этом сон заканчивается, а тень проходит мимо, она меня так и не замечает, вот, дальше другой сон был, я захожу в это место, и так же начинает темнеть, как вот сейчас в игре, вот то же самое, вот, я тоже достаю зажигалку и начинаю медленно идти, то есть вот как вот сейчас вот в игре, тут у нас в игре инвалидная коляска, но у меня во сне ее не было, вот, и у меня во сне вот здесь вот примерно в этом месте была перегородка, то есть дальше нельзя было пройти, ну, вот, в принципе, вот такой сон, я считаю, что первая часть, она самая стрёмная, вот, например, вот это начало, и амбит, и вообще вся атмосфера, я считаю, что самая-самая стрёмная, это первая часть, сейчас мы пробежим сюда, я специально выбрал такую часть, где ходят не обычные белые враги, а как вот с канализацией, вот, коричневые такие, вот они, потому что мне они больше нравятся, сейчас я от них побегаю немножко, я люблю всегда тут до тупика добегать, сейчас тут будет тупик, и ждать, пока они ко мне подойдут, вот здесь, ну где вы, давайте, ой, идут, идут, трое, все, замочили, первый Silent Hill, я с ним познакомился, так, в 1990, сейчас я заставки пропущу, чтобы сразу к игре перейти, ладно, просто я хочу поиграть, а не смотреть заставки, которые мы и так уже наизусть знаем, вот, первый Silent Hill, я познакомился в 99-м году, я пришел к одному своему другу в гости, он играл на PlayStation, у меня тогда, блин, я карту не взял, у меня тогда PlayStation не было, и вот мы, значит, игра, он играл, мне показывал, сейчас я в опции зайду, тоже тут посмотрю, так, автоприцел включаем, вот так, вида от первого лица у меня пока нет, поэтому, что я решил с самого-самого начала начать, так, так, это я просто проверил, какое тут управление, потому что у меня в сохранениях было немножко другое, то есть я по-другому сделал, а так как я сейчас без сохранения играю, то тут управление по-другому, вот, я пришел, значит, в гости, к своему приятелю, он играл в Silent Hill, вот, и он играл в школе, нет, не в школе он играл, он играл, сначала он играл в самом конце, вот, нигде, в нигде, потом он играл в школе, то есть как-то так получилось, он, не знаю почему, но он потом решил школу мне показать, и вот в школе был прикол, там же звонок звенит, сейчас мы отбежим немножко сначала, вот, хотя можно и на месте его мочить, в принципе, короче, я не помню, как так получилось, то что он в школе играл, в общем, когда я пришел, он играл в нигде сначала, потом как-то в школе, не помню, в общем, вот, короче, я просто помню отрывками такими, то что сначала в нигде, потом в школе, и вот в школе, там вот эти белые были враги, то есть не такие, как у меня сейчас в этой версии, да, белые такие, вот, сейчас тут лекарства возьмем, вот, Я, короче, слышу звонок И я так прикололся, что, типа, это звонок звенит Типа, идите на урок, мол, в школе звонок звенит А монстры, типа, на урок идут Я не буду всех мочить врагов, я буду пробегать Потому что я не хочу Так, вот, я тебе прикололся, что, типа, на урок Мол, идите А я сначала, кстати, и так и думал, что звонок звенит Типа, что урок Я же не знал, что он звенит, когда монстр Блядь Ну, блядь, он именно в том месте опустился, где я патроны хочу Блядь, сука, блин Вот И, в общем, меня игра заинтересовала Сразу мне понравилась, так необычно как-то Вот Ну, у меня Соньки тогда не было Она у меня появилась позже И когда она появилась, то Одну из первых игр, в которые я играл, это было Silent Hill О! И Resident Evil 3 Ну, а это другая тема Вот, и Silent Hill 1 Я, мне, ну, тоже было так стрёмно играть И эта часть мне очень полюбилась Не, я сейчас специально так пробегусь, я люблю так делать И эта часть мне сразу очень понравилась Ну, конечно, первый раз играть в Silent Hill и сразу же в первый Представляете, какие впечатления? Вот Сразу стала одной из моих любимых частей Потом я себе, потом уже, это был 99 год, в 2000 я Соньку купил Потом в 2002 вышла вторая часть, я её купил на компьютер, потому что второй Соньки у меня не было Вот, ну, о втором Silent Hill и потом поговорим Я собираюсь ещё вторую часть тоже проходить Вот, так что это всё будет потом Вообще Первая часть, она первая То есть, во многих играх первые части, они лучшие Потому что первая это первая Особенно, когда ты играешь в первый раз именно в первую часть То, что касается Silent Hill, то тут все части, по крайней мере Все первые четыре одинаково хороши, вот лично для меня Просто, вот именно я вот, мне ближе первая и четвёртая, чем вторая и третья Homecoming, Shattered Memories и Origins, они как-то отдельно у меня Вот В общем, это тоже отдельная тема Эй, чё это прилипит? Так Чё ещё-то В общем, я даже не помню, чё я ещё хотел сказать, чё-то забыл Опа Я, кстати, хотел сначала проходить с этим Надо мне туда бежать или нет, или сразу бежать в этот Ключи искать Ладно, давайте пробежимся туда Вот Я имею в виду вот этот магазин В общем, я сначала хотел загрузить сейвы, где у меня там зелёный бластер доступен, всё такое Я потом подумал, да, ну нафиг интереснее так играть Когда нет никаких бонусов, ничего Нормальный уровень сложности Убежали Так Конечно же, я отвлёкся и пропустил поворот Вот здесь Я просто хотел сначала туда зайти Вот Потом вспомнил то, что концовки НЛО же не будет Я же играю без сохранения, камня там не будет Потом вроде решил, так лучше туда не будем бежать А потом решил, ладно, блин, всё-таки забежим, там же есть лекарство, аптечка Я не знаю, как часто я буду сохраняться Ну, по крайней мере, в школе перед боссом этим я сохранюсь точно Ха-ха Вот У меня сейчас здоровье нормальное В общем, я исцеляюсь, когда у меня здоровье жёлтое, и оно часто мигает То есть я до красного не довожу От каждого ранения я тоже не лечусь Когда она жёлтая и часто мигает, я уже использую лекарство Ну, обычное Вообще я Хотел По второй части начать Потом подумал, да нафиг, лучше сразу с первой Потому что всё равно я в первую хотел поиграть, давно не играл А так, знаете, играть сначала вторую, потом первую, потом я ещё четвёртую начал Как-то не так Лучше сразу, лучше по порядку с первой начать Ну У меня сейчас такая мысль, и побыстрее дойти до альтернативной больницы Потому что мне очень нравится Готовь, патроны бери, блин Чёрт Дотормозил Да блин, что за хрень Кнопки на клавиатуре немного не слушаются Как-то немножко Немножко Ну не то, чтобы идёт задержка Ну да, скорее всего, немножко как-то Задержка идёт Вот я, например, нажимаю Вот он, например, стоит Я нажимаю, чтобы бежать И не сразу слушается Как-то немножко туговато идёт Не знаю Как объяснить Вот сейчас нормально Вот я нажимаю Вот, вот Вот сейчас, например, нормально Нажимаю Нет Вот сейчас Вот видите, видно, да Сразу побежал Сразу с места сорвался Вот А я, наверное, знаю В чём дело Я сейчас играю на эмуляторе EPSXE 1.7.0 И вот на этом 1.7.0 Некоторые игры подтормаживают у меня Вот на версии 1.5.2 Идут все нормально А вот на 1.7.0 подтормаживают Так что, если мне эта проблема достанет С этим управлением То я тогда переключусь на 1.5.2 Типа это голова собаки, которые играли в баскетбол Ха-ха-ха-ха Я всегда так говорю Вот ещё не так сильно мигает Ещё там пару ранений получить Вот Баскетбол играли, типа И я всё время, когда в этом месте был Я думал, что вот По крайней мере, не думал Мне так хотелось Чтобы или эта дверь Была открыта Чтобы там ещё какая-то комнатка была дополнительная Вот И кстати, да, вот Чё я хотел сказать-то Сейчас вот нужно Соберём эти ключи Бежать к собачьей кунуре У меня была такая конкретная зоопарка Я никак не мог найти дом и собачью кунуру То есть я даже В общем, я точно не знаю Но я... Бери быстрее Вот Но у меня была такая зоопарка Я никак не мог найти этот дом Который вот рядом с собачьей кунурой И вот я бегал Все дома обыскивал То есть старался в любой дом попасть Вот То есть всё-всё-всё-всё вообще осматривал Вот Тут записка лежит, да Которая говорит, что Собачья кунура А я не знал Нет, не здесь А тут лекарства должно быть Вот А я искал, искал и бегал И не знаю, сколько у меня времени Ушло на это всё Тут вроде лекарства должно было быть, нет? Я уже, блин, не помню Ни хрена А, это здесь Это ещё, ещё надо прямо-прямо бежать Вон там Я перепутал немного Вот В общем, короче Не знаю, ну Несколько дней я ходил, искал Обыскивал всё И только потом Я как-то случайно нашёл То, что это собачья кунура Там ключи Нужно дверь открыть В общем, такая тема была Тут у нас аптечка Ладно Я туда не пойду Там собаки Не хочу с ними связываться Хоть патронов у меня достаточно Вот это такая была единственная зоопарка У меня Тут где-то должно быть лекарство По-моему, вон оно там Сейчас мы собачку Немножко отведём отсюда Там ещё одна Вот лекарство Она сейчас меня цапнет О, не добьёт уже О Вот это место я там перепутал С кем Ой, блин Я забываю, что тут Нельзя же упасть вниз А то было бы сейчас прикольнее То есть я имею в виду Нельзя упасть вообще вниз То есть в этот, как его Ну вообще вниз, короче С обрыва Вот, правильно Вот здесь уже у нас будет записка Я не знаю, как я так А, я Я вот вспомнил Я сюда не забегал То есть как-то так было Я обыскивал каждый дом Куда пойти Что делать А вот сюда я не забежал Не забегал И только потом, когда я забежал сюда Нашёл это место Я узнал, что Собачий кунура Там ключ Там уже дом А так я не мог никак найти Вот, вот Точно так Вот, а вообще Я действительно Я в каждый дом То есть я вот смотрел Вот так вот карту Да Так Здесь обойдём все дома Потом С другой стороны обойдём Потом побежим сюда Тут обойдём все дома Здесь Вот я всю Всю карту обходил Всё конкретно Быстрей-быстрей берём ключ И убегаем Вот сейчас нормально управление Сейчас не тормозило А тогда, когда я Подходил к машине Чтобы взять ключ и патрон И тогда что-то подтормаживало Так Я сохранюсь на всякие случаи Хрен не он знает Сейчас сначала дверь открыть Да Я точно Я сейчас сохранюсь Чтобы кое-что сделать Точно-точно Так Значит, как мы делаем Мы открываем эту дверь Как обычно Значит, так Сначала мы сохраняемся Сейчас я покажу, почему Теперь мы сохраняемся Вот, как видите У меня сохранения нету Потому что я новую карту памяти использую Всё Вот Так Теперь мы выходим отсюда Специально, чтобы стало темно Ну просто мне так захотелось Я вообще люблю так делать Хотя это не надо Про прохождение Потом мы идём обратно И тут уже всё темно Блин Какой кнопкой А тут ещё лекарства Я забыл взять Ну ладно Я потом возьму Я потом выйду из игры И загружу Чтобы время на это не тратить Да блин Вот И теперь мы Не знаю, зачем это надо Но просто мне хотелось Всегда так сделать И теперь мы бежим обратно В кафе Я хочу ночью в кафе побывать Ну что-то мне так захотелось Не знаю О Мне так захотелось Поэтому я это сделаю Вот и всё Это я называю Ночь в кафе Я ещё хотел включить код на прохождение Сквозь стены Чтобы в кафе пойти Там уже закрыто Ну то есть там не дают тебе пройти Да? Вот я специально хотел сделать Такую, чтобы пройти можно было Даже можно сюда забежать ещё То есть вот обратно сюда Типа Симульф Так Сделать начало игры Когда тоже туда заходишь Там темно становится О О Ой-ой-ой Так Просто хочется мне ночью в кафе побывать И всё, не знаю Такое вот у меня желание Вот мы на месте В общем я Код на прохождение сквозь стены Чтобы вот туда дальше пройти Вот дальше он туда О Ну У меня проблема в том То что я Раньше находил код на прохождение Сквозь стены Который был доступен Для одной из версий игры Вот это у меня сейчас Английская версия Европейская У меня есть Английская Американская У меня есть Японская У меня есть Русская Европейская В общем у меня Разные версии есть И вот Единственная версия Какой-то код я находил Он подошёл На прохождение сквозь стены Но это было давно Года 2-3 назад Даже 3 может быть Больше Давно очень было И вот потом Я не мог найти код То есть у меня был код На прохождение сквозь стены Я его пробовал Как всем версиям Но ни к одной он не подошёл И вот так я и не нашёл Почему-то То есть это То было единственный раз Так если бы я сейчас Этот код нашёл Я бы туда дальше прошёл Вон туда Хотя там уже ничего нету Но просто мне так хотелось Всё В кафе ночью мы побывали Сейчас я закончу Запись этого Это видео Потом я выйду Из игры Загружу И уже начнём с дома И уже побежим дальше По прохождению Вот всё Свет выключаем И записи устанавливаем Гарри передаёт вам привет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому